я приветствую вас друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей и в сегодняшнем выпуске мы поговорим про ведущий мост а именно какие в нем есть узлы и какая причина шума тех или иных узлов может быть также постараюсь вам объяснить не только причины шума но и как они возникают в этих узлах за счет чего так сказать это начинает происходить потому что почему тема был была выбрана именно такая потому что очень много мне пишут вконтакте в инстаграме везде в разных соцсетях именно спрашивают прошу ведущего моста давайте начнем итак смотрите вот у нас есть ведущий мост да вот что основные здесь узлы это соответственно будет редуктор ведущий через который передается вращение на колеса и колесные так сказать механизмы или колесные редуктора их называют которые также являются причиной шума на мы сейчас подробно рассмотрим редуктор и колесный редуктор и центральный редуктор и выясним почему же шумит этот узел и так вот мы перешли это редуктор до в разрезе тут в принципе достаточно информации хотя вы сможете сказать что чертеж такой недостаток не чертеж вернее а 3d модель не очень информативно но я вас уверяю что здесь всего достаточно что мы имеем мы имеем ведущую шестерню так вот у нас ведущая шестерня вот у нас получается ведомая шестерня естественно передается вращение то есть вращение идет от карданного вала какую-либо сторону вперед или назад зависимости от хода автомобиля что может быть изначально конечно если вот эти шестерни вот эти две шестерни установлены на неправильных монтажных если имеются погрешности в картерных деталях то возникает изменение пятна контакта которая вот здесь будет отпечатываться если пятно контакта не соответствует вашему чертежному пятну контакта или эталонному пятну контакта то соответственно у вас возникает шум это может быть как шум так и вибрация вибрация в основном возникает от того что отсутствует боковой зазор в зубчатом зацепление разобрали шестеренка может шуметь без вопросов также в процессе эксплуатации когда будет износ зубчатого венца то будет увеличиваться боковой зазор и также будет нарушена сопряжение данных деталей со временем и возникнут шумовые эффекты что популярная и надо самое популярным по шуму это естественно подшипники здесь подшипник здесь в узле подшипник тут подшипник и дальше посмотрим в колесном редукторе но подшипники чаще всего являются причиной шума это может быть как качество самих подшипников так и их установка то есть если вы установили подшипники и сделали допустим перетянули так называемые здесь конические роликовые подшипники стоят в основном если вы их перетянули не начинают гудеть и на больших оборотах когда машина разгоняется гул стоит достаточно громки бывает что качество подшипников не соответствует определенным требованиям и они пошумят даже при правильной установке что дальше дальше у нас идет дифференциал как мы понимаем и знаем уже из предыдущих видео дифференциал вращается ну так сказать начинает работать на поворотах когда ваши колеса вращаются с разной скоростью если вы поворачиваете то какое-то колесо идет по большему радиусу какую-то по меньшему радиусу и соответственно угловая скорость у них разные поэтому если вот эти вот шестеренки они обосновные регулируются они ставятся на определенных монтажных расстояниях сразу закрываются в диффер если на поворотах у вас возникает какой-то шум именно на поворотах то можете с уверенностью уже знать что это шестерни дифференциала либо они изготовлены неправильно либо детали на которых они установлены изготовлены вне соответствии с чертежом и нарушены монтажное расстояние межцентровое расстояние и так далее либо сами шестерни нарезаны некачественно и пятно контакта у них тоже здесь существует пятно контакта она также не соответствует вот это основные причины шума центрального редуктора ну конечно дальше здесь идут полуоси полуоси которые входят вот в эти шестерни шестерни и сразу скажу чтобы на следующем уже не останавливаться что если полуось кривая так сказать да то она естественно при работе она будет работать неправильно и будет возникать вибрации но на шум скорее всего это не повлияет но вибрация моста будет характерно давайте перейдем к колесному редуктору и посмотрим что может шуметь там и так вот поперешли к колесному редуктору вот чтоб вы сориентировались чтобы вы не потерялись в этой всей так сказать теме вот идет полуось о которой я вам говорил да вот она идет и дальше на вот входит сюда вот в эту шестерню которая в дифференциал то есть вот здесь где-то у нас находится уже так сказать редуктор что может шуметь здесь про полуось мы поговорили это понятно конечно первое очередное на что надо обратить внимание это качество изготовления вот этих вот вот этих вот вот этих вот и вот этой вот шестерни если зубчатый венец изготовлен неправильно то есть естественно у вас возникает шум но такое бывает достаточно редко потому что ну достала здесь такие допуска хоть и точные но из опыта скажу что большие здесь монтажные вернее боковой зазор достаточно большой поэтому погрешности зубчатого венца влияют не сильно но забывать про них не стоит следующая основная причина шума колесного редуктора основная причина это вот эти вот расстояние между шестернями это можно назвать межцентровое или межосевые расстояния либо можно назвать монтажное расстояние вот эта шестеренка она на полуоси она вращается естественно от нее вращаются вот эти сателлитики но хитрость в том что вот эти сателлиты они жестко установлены наводили которые уже сад так сказать вращает ваше все колесо но здесь вопрос другой что если эти монтажные нарушены то вы понимаете что другой цвет может находиться один ближе к этой шестерне другой дальше третий допустим нормально находится да и вот тот который ближе бокового зазора в данном зацепление практически не будет то есть это будет идти в распор сателлит будет прижиматься к двум шестеренкам то есть либо этой будет поджимать к этой ну в общем вы понимаете зазор будет пропадать либо он будет пропадать в какой-то момент то есть если большое достаточно биение здесь зазор будет большой зазор да будет вращаться шестерна она не будет практически работать будет работать неправильно и вся вот эта конструкция будет гудеть хрустеть выйти разные будут характеристики так сказать шумовые в процессе работы обычно этот колесный редуктор если он изготовлен изначально правильно то на весь ресурс работы моста его в принципе хватает вот такая вот интересная у нас сегодня тема если остались вопросы пиши в комментариях не забывай ставить лайки и делиться с друзьями всем добра пока пока